александр аксёнов когда началась деградация демократическая партия сша и ее внутренний отбор популистов и коррупционеров внутри партии но у меня книга об этом александр о том как рано это началось как хиллари клинтон возила лаврову кнопку перезагрузка как они вместе принимали решения совместных операций против там американского гражданина и осудили его на 7 лет и поддержали путина идея сотрудничества с путиным со спецслужбами в это же время я в книге об этом пишу как этот эйдс фонд по главе которого стал представитель демократической партии еще на первом сроке обама начал продвигать концепцию что поддерживать нужно только те проекты которые усиливают демократическую партию не демократию а именно демократическую партию вот и вот та ситуация с которой столкнулся трамп когда во главе спецслужб довольно глубоко проникли так сказать люди идеологизированные люди готовы доказывать свою лояльность демократической партии не государству а именно демократической партии вот это все началось при обаме и это такое странное явление было и в общем оно заметно было было ощущение что это все-таки проявление каких-то локальных локальных ситуаций локальных событий но со временем оказалось это общая тенденция всю же картину не видишь я во всяком случае не мог видеть я не не мог даже предположить что это такие глобальные установки которые реализуются во времени и в пространстве так довольно широко вот так отдельные фрагменты были видны странные вот но оказалось что это вот политика новая политика демократической партии которая подготавливала вот эти негативные события с которыми мы сейчас столкнулись пропагандистская кампания соединенных штатах классовая теория продвижения классовая теория откровенный расизм который подается как борьба с расизмом превосходство там одной партии как которая подается как борьба с белым превосходством с расизмом трампа с шовинизмом мужским трампа ну много установок идеологически так